Президент Казахстана Касим Жамар-Такаев в присутствии Путина назвал так называемое ЛДНР квази-государственными территориями, которые его сторона не станет признавать. Таким образом, единственный зарубежный лидер, который был гостем на Петербургском экономическом форуме, дал понять, что не одобряет захватническую политику России. Касим Жамар-Такаев стал самым ярким гостем Петербургского экономического форума. Сидя на одной сцене с Путиным, президент Казахстана назвал так называемое ЛДНР квази-государствами, которые Казахстан не будет признавать. Эти слова, как гром среди ясного неба, прозвучали в ответ на так называемый откровенный вопрос от пропагандистки Маргариты Симонян про войну с Украиной. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос. Такаев сделал резкое заявление еще и потому, что на севере Казахстана проживает многочисленное русскоязычное население, а в России много политиков не стесняются озвучивать свои территориальные претензии соседу. До Такаева никто из постсоветских лидеров не говорил Путину в глаза, что начерченные им границы имеют значение только для него одного. В ответ на эти слова Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти в порту Новороссийска. В свою очередь в Казахстане решили переименовать экспортную нефть, дабы покупатели не перепутали ее с российской Юралс. Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на земле возникнет более 500 или 600 государств. Еще одной пощечиной кремлевскому диктатору Сталислава Такаева накануне визита в Федерацию. Тогда президент Казахстана заявил, что его страна будет соблюдать введенные против России санкции. Более того, пресса пишет, что Такаев отказался от российского ордена Александра Невского. Мотивировал это тем, что решил не принимать никаких наград до окончания своих президентских полномочий. После этого в Кремле стали утверждать, что награждение не планировалось. Пользуясь случаем, президент ответил российским политикам и деятелям культуры, которые допускали некорректные высказывания о нашей стране. Такаев стал единственным главой настоящего государства, хоть как-то оправдывающий букву «М» в международном названии Петербургского экономического форума, потому что из других заграничных гостей были только лидеры так называемых ЛДНР и афганские талибы. Поскольку у Афганистана сейчас нет проблем с безопасностью, это очень хорошая страна для бизнеса. Мы ждем инвестиций в Афганистан. Такаев владеет английским, французским и китайским языками. Еще недавно его, как дипломата, окончившего МГИМО и проработавшего в МИД СССР, а затем возглавившего внешнеполитическое ведомство, а затем и правительство Казахстана, на родине считали марионеточным президентом. Однако, когда в начале этого года Казахстан охватили протесты против повышения цен на газ, Такаев показал, что он не пешка в руках Назарбаева и России. Так называемые российские миротворцы задержались в Казахстане чуть больше недели в рамках операции ОДКБ. Как глава государства, из сегодняшнего дня, председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жестко. Еще в прошлом году все ключевые посты занимали люди Назарбаева, а сам первый президент был незыблемым лидером нации. В 2019-м Елбасы только формально передал должность Такаеву, но даже борт номер один оставил себе. На нем первый президент вместе с Такаевым летал к Путину и диктовал своему преемнику внешнюю и внутреннюю политику. От имени Казахстана приедет наш президент Хасмидж Мартухаев для решения всех вопросов. Но я как почетный, как опытный самый, как свидетель истории буду в этом участвовать. Султан Абишевич Назарбаев играет важную, если не сказать, определяющую роль по стратегическим вопросам. В начале января казахстанцы вышли на протест из-за того, что контроль за нефтью и газом принадлежал семье Назарбаева. Родственники Елбасы додумались повысить цены на топливо для населения в стране, богатой энергоресурсами. В то время, как люди сносили памятники Назарбаеву, первый президент лишался абсолютной власти. После восстановления порядка в Казахстане поменялись премьер-министр, госсекретарь, спикер Нижней палаты парламента. Из 16 министров была заменена половина. Назарбаев лишился должности лидера правящей партии. Ее занял Такаев. Продолжение следует...